Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Бривалова И этот призыв Ходите на концерты классической музыки Уже, наверное, даже звучит какой-то наслежкой Каким-то издевательством С одной стороны, я нахожусь сейчас в России И здесь всё открыто Культурная жизнь кипит Да, 50% зала в Москве Но во многих городах даже это ограничение отсутствует И сейчас были мои концерты в Оренбурге И в Санкт-Петербурге Где была полная наполняемость церквей Конечно, очень пугает то, что в Латвии до сих пор сохраняется пандемия И сохраняется этот запрет Запрет на жизнь Ощущение, что можно всё делать Можно работать Можно ходить в магазины Но жить полной жизнью, дышать полной грудью нам запрещено Ну, а сегодня у нас в гостях моя коллега Органистка Титулярная органистка церкви Нотр-Дам Душен Это Версаль во Франции И преподаватель Национального института молодых слепых В Париже Александра Бартфель Здравствуйте, Александра Здравствуйте, Елена Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители У нас, Александра Александра, вы говорили, что во Франции до 19 мая запрет А с какого момента был? То есть вы тоже пока ещё не живёте? Да, мы ещё не живём Мы живём надеждой на то, что будет после 19 мая Очень, конечно, все переживают, что что-то случится И будет продлён этот запрет Я думаю, в середине октября Да, в середине октября у нас остановилась вся концертная активность Летом и ещё в сентябре были концерты Были большие фестивали И, к сожалению, вот уже очень давно Мы просто ждём Тяжело, конечно Да, к сожалению Лучше поднять микрофон Конечно Спасибо, что предупредили Сейчас Большое спасибо Александра, вы родились в Калининграде И только затем переехали сначала в Германию, в Париж Расскажите сначала о вашей жизни в Калининграде У кого вы учились, где вы учились? Я училась в музыкальной школе И потом в музыкальном колледже Имени Сергея Васильевича Рахманова В Калининградском областном музыкальном колледже В классе потрясающего, замечательного музыканта Юлии Георгиевны Зиновьевой В классе фортепиано И я перешла на... Даже я не перешла на орган Я взяла дополнительный инструмент орган Уже очень поздно Буквально в последнее полугодие Перед моими госэкзаменами И да, это было, наверное, самое важное решение в моей жизни Как я это вижу сейчас Потому что я... После окончания консерватории Я была фортепиано И я полностью перешла на орган И сейчас это моя основная специальность Вот я занималась в классе Артема Тегановича Хачтурова Который преподавал тогда в музыкальном колледже Но это было буквально вот только Пять месяцев, наверное, которые я смогла проработать с ним до окончания Да, кстати, Артем — это мой однокурсник Мы вместе учились с ним У профессора Натальи Николаевны Гуриевны В Московской консерватории И он долгое время был титулярным органистом Кафедрального собора в Калининграде Возвращаетесь ли вы сейчас в Калининград? Играете в этом главном соборе на острове Канта? Ну, когда есть возможность, конечно, возвращаюсь Первую часть карантина я провела как раз в Калининграде И мне была предоставлена огромная честь Играть концерты в прямом эфире из Кафедрального собора Наравне с популярными органистами И также приезжать иногда Просто заниматься на этом прекрасном инструменте И я просто очень счастлива за всех калининградцев И музыкантов, и немузыкантов Что у них есть такое богатство в городе И доступ к такой прекрасной музыке Наверное, во Франции еще больше такого доступа У простых слушателей Пользуются ли они им? Или часто бывает, что когда большое количество То есть раздолье инструментов Пользуются ли этими благами простые слушатели? Тяжело сказать Дело в том, что я не знаю, какая культурная ситуация Вокруг органа складывается в Латвии Но, например, в Франции Орган гораздо более связан с церковью, чем в России То есть, в принципе, не все видят его как концертный инструмент Больше как инструмент, который компонирует церковной службе И поскольку это, соответственно, получается довольно повседневный Или будничный опыт Пройти услышать орган в церкви Далеко не все даже задумываются о том Что возможности органа гораздо больше Чем просто возможности аккомпанемента Так что мне кажется, что не только В принципе, культурная активность в России Органная культурная активность другая Ну и отношения слушателей очень отличаются Хотелось ли вам воспитать французских слушателей И изменить их сознание и отношение к этому инструменту? Искренне этим занимаюсь Стараюсь, стараюсь, конечно Какие шаги предпринимаете для этого? Ну, прежде всего, в моей церкви, где я работаю У нас маленький-маленький орган, но у нас большой-большой приход И я стараюсь даже сейчас во время пандемии проводить концерты Запрещены, но небольшие музыкальные медитации с чтениями Представляются разные эпохи истории музыки От раннего барокко до современности Вот буквально на прошлой неделе играла Аарона Копланда Арва Пярта Просто чтобы показать, что это возможно И, конечно, мой проект, который я провожу в прямом эфире, в интернете Где мы тоже обсуждаем, в принципе, не только на французском На глобальном более уровне О том, как популяризировать орган именно как стольный инструмент Это, конечно, сложно Ещё Дюпре хотел найти какой-то метод, чтобы Не то чтобы позволить органу выйти из церкви Но позволить людям прийти к нему ближе, наверное Но не знаю, насколько это будет возможно Очень хотелось бы, конечно А как вы думаете, во времена Франка, Видора и Вьерна Когда они создавали эти монументальные, грандиозные сочинения для органа Точно так же орган находился в тени церкви? Или всё-таки тогда орган был самодостаточным как инструмент? Я думаю, конечно, орган был привязан к церкви И это абсолютно естественно Это инструмент, который традиционно компонирует церковные службы в литургии Но это же было совершенно другое время Они не могли взять мобильный телефон И послушать любую музыку на Ютубе, которая им хотелось Чтобы послушать музыку Люди ходили друг к другу в гости с музыкальными инструментами Поэтому, например, так много квартетов написано в романтическую эпоху Поэтому была популярна физгармония И, конечно, роль классической музыки В принципе, музыки в целом Была совершенно другая в той эпохе В том числе органной музыки Потому что она была доступна Великие органисты и композиторы Они после служб, как, например, Мессиана В течение часа давали концерты, импровизировали Люди оставались и слушали Это была часть традиции той эпохи Можно предположить, что симфонии, Вьерна и Ведора Это также выход за церковную службу И они предполагали, что орган не только церковный Но и светский инструмент Как вы думаете? Я думаю, вполне довольно много произведений Если вы возьмёте фантастические пьесы Вьерна Которые не имеют никакого отношения К литургическому церковному подтексту Тем более, это была эпоха больших открытий В органностроении, если так сказать То есть появился КВ и Коль Потом появилась вся система комбинаций Система Зетцеров Конечно, композиторы того времени Не граничивали себя никакими рамками И искали только как расширить свои возможности Мы уже несколько раз в нашу передачу Упоминаем имя Луи Вьерна И дело в том, что с ним связана как раз И педагогическая деятельность Нашей сегодняшней гости Александра Бартфельд, органистки И преподаватель Института слепых молодых музыкантов В Париже Именно в этом институте обучался Луи Вьерн И, кстати, другие известные композиторы Расскажите нам немного об этом институте Чем он славится? Какими именами? И какая там система может быть уникальное обучение? Я как раз нахожусь в библиотеке В музыкальной библиотеке института Вот за мной видятся огромные сборники на Брайле Это нотные музыкальные сборники Специально для слепых музыкантов Для слабовидящих музыкантов Это учебное заведение основано в 1785 году То есть это старинная система и старинное здание Я не удивлюсь, если вы слышите, как мои студенты занимаются застенкой Потому что здесь слышимость, конечно, соответствующая И органистов здесь начали обучать Да, еще в конце 18 века Не только органистов Здесь, в принципе, по сей день пропадают практически все инструменты У нас есть класс портепиано, органа, саксофона и трубы Класс пения, класс ударных инструментов В принципе, ну вот, наверное, струнных у нас сейчас нет Но во времена Вьерна у них был симфонический оркестр Вьерна тоже сначала начал учиться играть на скрипке И, конечно, особенно в 30-е годы 20 века Здесь было собрание важнейших музыкантов Которые здесь преподавали Это были слепые музыканты Андре Маршаль, конечно Гастон Литес Жан Лангли Крупнейшие французские педагоги и композиторы Позже был Жан-Пьер Легей Который совсем недавно ушел с своего поста Титулярного органиста На Трудан-де-Марии И, конечно, Луи Вьерн Который, не дайте мне соврать Я думаю, в 1881 году он поступил в этот институт Какие ощущения от этой работы? Есть ли это ощущение преемственности К выдающимся именам? Или все-таки так же, как учились в Калининграде И такие же ощущения сейчас Потом учились в Берлине, во Франции И вот сейчас преподаете И учебные студии ничем не отличаются от других? Ну, конечно, ощущение, что Нахожусь в центре живой истории Потому что инструмента тоже очень мало То есть, например, тот инструмент, который у нас находится в Большом Зале Это именно тот инструмент, на котором Играл Жан Ланглей У нас есть три инструмента Два маленьких для занятий Два маленьких органа Это те органы, на которых играл Луи Вьерн тоже То есть, это действительно Огромная честь быть здесь И преподавать здесь Иметь возможность прикасаться к этим инструментам Конечно, обучение происходит не так Как в обычной музыкальной школе Или в музыкальном колледже У нас есть главные профессора По предметам, по музыкальным инструментам С которыми студенты встречаются раз в неделю И вот моя должность, например, называется Официально называется монитор музыки Я, в общем, по-русски, наверное, лучше сказать репетитор Я отвечаю за все музыкальное отделение За всех студентов Которые приходят ко мне заниматься самостоятельно Потому что, когда вы читаете одной рукой Довольно трудно играть второй рукой И на некоторых инструментах, например, на трубе Невозможно читать и играть В то же время Поэтому вот есть такая специальная должность Человека, который помогает заниматься самостоятельно Помогает читать ноты Разбирать произведения Разбирать произведения Услеживать ошибки какие-то, которые появляются Ну и, соответственно, с техникой тоже работать Потому что некоторые преподаватели слепые или слабовидящие И, конечно, нужна помощь черного человека Чтобы видеть и контролировать Как интересно Как у вас хватает времени С такой большой педагогической нагрузкой Еще на концертную деятельность? Ну, полномасштабной концертной деятельности, конечно, сейчас нет Я просто сижу и держу кулаки Чтобы все планы после 19 мая реализуются Главное хотеть Я получаю огромное удовольствие Искренне от того, что делаю И до того, как я пришла на работу сюда, в институт Я даже представить не могла Насколько это будет мне нравиться Насколько это удивительная и затягивающая работа Из Калининграда вы поехали в Берлин Значит, в совершенстве знали немецкий или изучили Откуда у тебя возникла Франция и французский язык? На самом деле, изначально Моя любовь к органу возникла из французской музыки И также из встречи с Оливьей Латри Когда мне было, наверное, 17 лет Он приезжал в Калининград в первый раз И мне удалось с ним познакомиться И его концерт произвел на меня просто неизгладимое впечатление И никогда ничего подобного раньше на органе не слышала И, в принципе, все мое любопытство Все мое желание попробовать играть на органе Возникло оттуда Но это, как сказать Это уже было довольно поздно Это уже были мои госэкзамены в музыкальном колледже Я планировала поступать в Германию на фортепиано То есть не было счастья какого-то масштабного плана Что я буду органисткой И когда я уже училась в Германии Я поняла, что мне тут так не хватает И поступила еще на орган И вот эта моя любовь к французской музыке Конечно, всегда меня преследовала Даже в Германии, когда я закончила магистратуру Я съездила по обмену поучиться у Ливи Латрии и Мишель Буваров В Парижской консерватории И вот в таком поиске возможности сблизиться Немножко с традицией, с инструментами Я познакомилась с замечательным преподавателем И уникальным музыкантом Жаном Батистом Робеном Который титулярный органист королевской капеллы Верстали И он пригласил меня стажироваться у него Вот так я и здесь оказалась И французский язык он пришел, конечно, уже просто с необходимостью Учиться во Франции на французском Насколько трудно было изучать язык? Честно говоря, французский было нетрудно изучать Потому что я уже говорила на немецком В принципе, понимала процесс изучения языка Я очень переживала, кстати, когда начинала работать здесь Что я в сложности, потому что я иностранка И меня не примут на работу, потому что я Может быть, у меня какие-то сложности с французским языком Но мы друг друга понимаем прекрасно Ребята иногда меня исправляют Если я делаю какие-нибудь забавные ошибки В французском языке очень много слов общих с русским языком Потому что, я думаю, в 1812 году Произошло некоторое, наверное, слияние Ну и, в принципе, аристократы российские и русские Долго время разговаривали на французском языке между собой Так что очень много международных слов А логика языка очень понятная, очень простая По сравнению с русским языком особенно Так что я еще очень люблю поболтать, честно говоря Так что проблемы с языком и барьером не было Ваша особенность и любовь поболтать Как раз, наверное, вызвала эту передачу «Органтолк»? Да? Это был тяжелый момент, на самом деле С «Органтолк», потому что я совершенно неожиданно для себя Я была на каникулах в России у моих родителей Когда вот эта ситуация с коронавирусом развилась И я должна была возвращаться во Францию и не смогла То есть, если вы помните, там буквально в течение трех дней Были закрыты границы Так что я просто не знала, что делать У меня не было инструмента, чтобы заниматься Все мои контакты, все мои друзья Все осталось в Европе И так ко мне пришла эта идея Просто чтобы поддерживать какую-то связь Чтобы не потеряться Потому что я не знала, насколько я останусь в России Могу ли я вообще вернуться Вы же помните, тогда было очень не страшно Когда мы еще толком не знали, что происходит Но буквально в течение двух недель Из просто такого разговора в прямом эфире Это переросло в довольно масштабное мероприятие И сейчас у нас, ну я думаю, порядка тысячи постоянных зрителей И это очень... У нас помимо интервью с гостями Мы проходим дискуссионные клубы раз в месяц Где все желающие могут собраться, обсудить тему Которую они же выбирают накануне Так что активная, совершенно неожиданная для меня Активная такая деятельность На каком-то даже, может быть, журналистом уровне Я поясню нашим дорогим слушателям Что речь идет о передаче «Органтук» в Инстаграме В профиле Александра Бартфельд Где она в основном ведет встречи именно с органистами С кем из российских органистов Вообще, в принципе, с кем из знаменитых органистов Вам удалось уже пообщаться за вашу время передачи Ох, из знаменитых органистов Ну, конечно, Жан-Батиста Вен Франсуай Спинас Кристиан Лейн В принципе, у нас Совершенно безграничная Возможность, поскольку у нас есть интернет В принципе, мы можем разговаривать С любым континентом Была Рашель Лоран Замечательная композитор и органистка из Монреаля Был Кэмерон Тартан Который, конечно, мой замечательный товарищ Был Кто у нас еще был? Уже прошло порядка 50 интервью Даже не знаю, из кого выбирать Из российских органистов был, конечно, профессор Фисейский Была Ольга Жукова Которая сейчас мышца в Германии Была Наталья Багинская С очень большим любопытством Да, да, да С большим любопытством очень европейцы И не только иностранцы принимают российских организмов Потому что традиция совершенно отличающаяся Концертная То, чего хотят очень многие, на самом деле, в Европе И когда, например, слышат о сибирской органной школе Это же или сибирской органной традиции Это что-то совершенно уникальное Все очень с большим любопытством относятся В чем лично для вас Отличие концертной и церковной органной традиции? Ну, я думаю, с точки зрения публики, конечно, это другое отношение Как я сказала в самом начале Вы идете на концерт как инструмента Который для вас разноценен С фортепианному концерту Или скрипичному концерту Мне всегда казалось, что в России Органы и концерты – это события Люди тут слушают органы И вы видите часто полные залы И во Франции И, в принципе, в Европе Орган – это инструмент, который На службе у людей И не всегда даже слушатели знают О его возможностях И часто даже говорят Что организм – это профессия Да, профессия И с точки зрения музыканта Конечно, исполнение на концертное исполнение И комплимент службе Это очень разные вещи Хотя можно, конечно, сказать, что Концертное исполнение – это тоже служба В какой-то степени Но служба – это ни в коем случае не концерт Дорогие друзья У нас в гостях органистка Александра Бартфельд Прервемся на небольшую рекламную паузу Не отключайтесь С вами «Культурная среда» Елена Привалова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Радио Болтком Продолжаем нашу передачу «Культурная среда» У нас в гостях органиста Александра Бартфельд Ты сейчас время рекламной паузы Но показывала мне ноты Это была книга по системе Брайля И сразу вопрос Александра, вы тоже умеете читать по системе Брайля? Да, есть два типа Брайля Есть Брайля литературный На котором пишутся книги То, что я вам показывала Это был революционный тюрь Шопена Я могу показать для тех, кто нас видит Семь страниц, по-моему, или шесть В обычном издании, печатном Вот это такая книга на Брайле Даже боюсь сказать, что только из страниц 20, наверное И существует Брайль литературный И Брайль музыкальный Который использует на самом деле Те же знаки, что и литературный Брайль Но в другом, соответственно, значении Они используются для нот И, конечно, дополнительные знаки Для всего, что у нас с вами написано в нотах Так что для того, чтобы овладеть музыкальным Брайлем Нужно сначала освоиться с литературным Который я освоила Я могу свободно читать И музыкальный Брайль Вот уже несколько недель я над ним работаю Так что какие-то элементарные пески Прочитать могу Этюль Шопена, пожалуй, еще слишком сложно А почему вам нужно самой так же Осваивать музыкальный Брайль Учитывая, что вы можете просто увидеть Посмотреть ноты Довольно часто у нас нет нот На печатных лист студентам приходят Приносят ноты на Брайле Которые мы хотелось бы сыграть Которых у меня нет По-французски это называется Ну ах, да, черные ноты написанные И белые ноты на Брайле Которые рельефные К тому же очень часто приходится помогать Читать с листа Учить новые произведения И да, это важно Чтобы я могла им помогать Именно в этом, потому что Ребята, они тоже, они ведь учатся Они учат Брайль Это, я думаю, это гораздо сложнее, чем Обычные печатные нотации Так что часто нужна помощь Вот, конечно, поэтому я его учу Это очень-очень интересно У вас уже не просто музыкальный язык Еще и музыкальный язык Брайля Фактически пять языков, которыми вы владеете Это действительно уникально Очень интересно Вы рассказывали о своей любви К Оливье Мессиану Это не самый однозначный композитор И не тот композитор, которого, скажем так Поголовно любят Если бы вы сказали, что вы любите Иоганна Себастьяна Баха Наверное, это никого бы не удивило А вот Оливье Мессиан, да Расскажите нашим слушателям Немного об этом композиторе Я не знаю, насколько можно сказать Что он неоднозначный композитор По-моему, наоборот, очень Очень ясно О чем он И что он хотел донести Конечно, он использует Свою музыку Свою собственную музыкальную теорию Свой собственный язык Но тоже Это же не нюль-комплексити Это не авангардная музыка Более поздних эпох Оливье Мессиан был органистом Учеником Мастера Дзюбре Жил в Париже И был органистом в одной из крупных Парижских церквей Церкви Святой Троицы И был прежде всего человеком Глубоко верующим И в своей музыке искал Именно вот эту передачу Каких-то духовных Переживаний И религиозных переживаний Помимо этого он был Орнитологом И создал каталог Записанного нотами Птичьего пения Что, конечно, уникально И очень много использовал На это птичье пение В своих произведениях Что, конечно, для органистов Огромное Для меня лично Это просто развлечение Пытаться разобрать то, Что он записывал нотами Потому что птицы Они поют не на четыре четверти И записать их, конечно, Очень сложно Он преподавал гармонию В Парижской консерватории И, конечно, был Целой эпохой В истории музыки Особенно с его музыкальным языком Своими По-русски называется Своими ладами Ограниченной транспозиции Я иногда должна думать Как это называется В корректных терминах Очень много Каких-то деликатных Оттенков В его музыке В его философии В его отношении к ритмам Он был большим фанатом Индийских ритмов Нестандартных ритмов Один из его учеников Жан-Луи Флоренц Один из крупнейших композиторов Французских Следующего поколения Был африкановедом, например И использовал Африканские ритмы В своей музыке У Оливье Мессиана Индийские ритмы Целый удивительный мир И огромная Очень Деликатная И тонкая философия Которая скрыта За этим миром И поскольку я вообще считаю себя Большим адвокатом Современной музыки Мне кажется Что такую музыку Не нужно слушать В поисках какой-то Красоты Красота Она же Жило рассуждать О красоте Она совершенно Разная И совершенно Не обязательно Детская красота Как в мультиках С симметричными Картинками Да Красота Она и Во сложности переживаний Тоже И я думаю Современную музыку В частности Музыка Оливье Мессиана Если она еще Современная Что тоже вопрос И нужно Слушать в поисках Каких-то своих Внутренних переживаний И Своей реакции На эту музыку А не Это совершенно Другое слушание Не как Слушание Музыки Предыдущих эпох Кстати В Латвии Музыку Оливье Мессиана Часто исполняет Лариса Царькова Органист И она как раз Тоже очень любит Этого композитора А до этого Можно было Услышать В концертах Евгении Лисицыной Которая Наряду с музыкой Вивальди Бахом И она Продвигала Музыку Мессианы И Регера И конечно Часто Включает В свои программы Именно Этих Этих Композиторов Действительно Они не настолько Просты И для исполнения И если посмотреть Ритмическую организацию Произведения Мессиана То нужно Хорошенько Потеть Чтобы просто Разобрать Нотный текст И правильно Его исполнить И конечно Когда музыканты Исполнители Наверное Дотошно Исполняют Эти ритмы Сложные То тогда Музыка Может прозвучать Именно так Как задумал Алипье Мессиан И конечно Он известен Своими Птичьими Напевами И что удивительно Даже его Супруга У неё было Французское С французского Переводилось Как имя Иволга Вы не помните Александра Как по-французски Её имя звучало Это была Ивон Лорио Я Да Что на самом деле Интересно Простите Я вас перебью Про Мессиана Есть такая история Которую любят Рассказывать Оливье Латри О том Как он Присутствовал На репетиции Мессиана Они были Довольно близки Много работали Вместе Он присутствовал На репетиции Мессиана Когда тот Репетировал Своё произведение И он сказал Вы играете Не ритмично Вы играете На тот ритм Который написано Я играю ритмично И продолжил Так что С Мессианом На самом деле Очень тяжело Сказать с этими Ритмами Потому что В принципе Три основных Опоры Музыки Мессиана Это Григорианский хорал Это птичье пение И это Индийские ритмы И ттичье пение Григорианский хорал Это очень Нерегулярные Нерегулярные Ритмические Нерегулярные Ноты Да То есть Нужно всегда Работая с ритмом В музыке Мессиана Думать Откуда Откуда Пришла эта музыка Если это Григорианский хорал Мы не можем его Исполнять Аллилуйя Правильно Так что Это всегда Очень интересно Работать И анализировать Его музыку Ну кстати Сейчас мы музыку Старинных композиторов Эпохи барокко Играем На любых органах И в том числе На симфонических органах Квайе Коля В которых Остались Все равно Образцы Во Франции А вот Насколько Правильно Исполнять Музыку Мессиана На Необарочных органах Абсолютно Правильно Если вы Посмотрите На изменения Которые были Внесены В Квай Коль Мессиана В Тринитэ В Тринитэ В Тринитэ Этот орган Уже Находился В переходной Стадии Это не был Чистый Симфонический Квай Коль Более того Примеры некоторых Произведения Мессиана Проходили в Церкви Сан-Сиван Недалеко От Собора Парижской Пограмматери Где Стоит орган Керна Который Больше всего Подходит Для Барочной Музыки В принципе Мессиан Он скончался В 1912 Году Он Жил Через Все эти Эпохи Он имел Отношение Ко всем Этим Стилистическим Особенностям И Я не думаю Что это был Кто-то Крайне догматичный Кто бы сказал Нет 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 Ни в коем случае Нельзя Тем более Если вы посмотрите На его регистровки Которые он Выбирает Для пения птиц Например Которые Которые требуют Часто Мутации Терцы Квинт И иногда Септим Это совершенно Неоклассические Неоклассические Регистры Так что Это Период Такой Переходный Из Романтики Поздной Романтики В Неоклассицизм Какое Ваше Любимое Органное Сочинение Оливье Мессиана Органное Сочинение Любимое Органное Сочинение Вопросы Вопросы Создает Очень Сложное Так Также Можно Ну Скажем Так Посоветуйте Нашим Слушателям Чтобы Посоветовать Проще Всего Начать Слушать Органное Производение Мессиана Цикла Вознесения Это Ранний Мессиан Это Очень Простой Скажем Язык И очень Визуальное Описание Того Что В названиях Произведения У него Не только Заголовки У него Подзаголовки Комментарии Того Что Он хочет Выразить И Как раз В четверг Будет праздник Вознесения Я буду играть Фрагмент Этого цикла И я думаю Для того Чтобы начать Слушать Мессиана Это Прекрасная Возможность Если Но там Нет Свящего пения Свящего пения Лучше всего Наверное Слушать В Как же это Назвать Куплет На Освящение Храма Я к сожалению Не знаю Александр У нас Наша передача Подходит к концу В комментариях К нашей передаче Я публикую ссылки На произведения Левье Мессиана Чтобы можно было Ознакомиться С творчеством Этого Французского Композитора А в гостях У нас была Органистка Которая сейчас Поживает во Франции Александра Барфель Благодарю вас За встречу За ваше время И до новых встреч Спасибо большое До свидания До свидания Дорогие радиослушатели Дорогие радиослушатели